Новую школу в селе Куркелес ждали больше года. Фундамент заложили еще в 1947 году. Здание старого учебного заведения признали аварийным. Пока строилась школа, дети занимались соседним колледжем. Но для 600 учеников съемное здание оказалось тесным. Школьники учились в три смены. Старое здание и эту новую школу нельзя даже сравнить. Сразу видно современное учебное заведение. Год назад многие школьники перевели документы в городские школы. Теперь они возвращаются назад. Обновленное здание школы соответствует всем стандартам. Здесь есть специализированные классы для занятий химии, физико-биологии. Для восьмиклассницы Марии Биджасар биология теперь любимый предмет. Изучать его теперь можно не только по книгам. Здесь все новое. Например, раньше в классе не было микроскопа. Его мы видели только на картинках. Теперь сами на нем работаем. В классе есть даже искусственный скелет человека. Новоселье отпраздновали и в школе имени Маншук Маметовой. Новое здание может вмещать 600 учеников. Теперь ученикам можно не только рассказывать, но и наглядно показывать разные молекулы их строения. Нам еще дали 43 плаката. С помощью них можно доступно объяснить химию. До конца января в Южно-Казахстанской области планируют открыть 10 школ. Шесть из них уже успешно работы в Сарагашском районе. В данный момент идет реконструкция четырех школ. Когда они будут сданы в эксплуатацию, проблемы с аварийными зданиями в Сарагашском районе будут решены. После этого мы займемся школами, в которых дети учатся по три смены. Всего в Сарагашском районе 142 школы. В них учатся более 67 тысяч ребят.